Приветствую вас по поводу закругленности. Сразу могу сказать, что это завершенность, то есть это попытка сгладить какие-то углы, это стремление защититься, стремление обрести гармонию, вот, значит, в свою очередь это означает, что у вас в жизни достаточно таких противоположных вещей. Что касается, что касается острых углов, то здесь может быть как агрессия, так опасность, так и сексуальное возбуждение. Но что именно из этого нужно исследовать, вот. То есть может быть аутоагрессия. То есть вот я лично увидел, когда вы писали, да, что вам нравится закруглённый, прямо острый, вот, мне кажется, что это вот такой элемент аутоагрессии. То есть вы себе, вероятно, ну, можете себя за что-то наказывать, я так, по крайней мере, не исключаю таких моментов. Вот. Нужно смотреть, нужно смотреть, исследовать, вот. С психологической точки зрения это значит именно вот такие моменты. но это всё чисто из области предположений, вот. Сам по себе цветок, он тоже, что это значит, в том смысле, что для вас он имеет какое-то значение определённое. И было бы неплохо, если бы вы поиследовали бы для себя, вот этот вот момент, что для вас значит цветок. Вот. Ну, конкретно. Конкретно. Что давал он значит. Вот. Вот такая вот история. Примерно. Исходя именно из того, что вы написали. Ну, соответственно, раз вы говорите, что у вас знания, значит, это вполне может быть навязчивыми мыслями. Вот. И, соответственно, понять причину навязчивых мыслей. Ну, вот причину навязчивости. А можно только в том случае, если мы преследуем причины, точнее, моменты, с которых у вас всё это началось. То есть, имеется в виду, что вы сами пишете, что этого раньше не было, это было вот. Началось только, только, вот. Какое-то время назад. Вот. И, ну, соответственно, это нужно исследовать. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Тут я могу вам ответить на ваш вопрос. Вот. За навязчивыми мыслями, значит, могут стоять определенные запреты. Ваши. Вот. За навязчивыми мыслями могут стоять подавленные желания ваши. Вот. Ну и, с этим тоже нужно работать. Конечно же. Потому что, по-другому помочь вам мы не сможем. Вот. Так. На этом всё. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.